Приветствую вас. Ситуация заключается в следующем. Заикание не лечат, потому что это не болезнь. Вот я сейчас серьезно говорю, что это не заболевание. Заикание. Это некоторая проблематика, конечно, это некий психологический конфликт, некая психологическая проблема, это внутриличностная проблема, но это не болезнь. Как таковая. По крайней мере, физиологически. Физиологически это не болезнь. И мне кажется, что было бы очень здорово, если боевые, вот, для себя это. Учли. Потому что в вашем вопросе все-таки чувствуется, вот, знаете, такое желание, да, лечить, лечить. Как бы говорить, что вот, я хочу лечить себя. Вот. Но лечить себя не нужно. Именно лечить не нужно. Никто не говорит, что не нужно работать со своими эмоциями. Никто не говорит, что не нужно разбирать этот аспект, но тем не менее. Психологическая теория, значит, описывает то, что касается. Заикание, примерно, следующим образом. Заикание, это запрет на слова. Это запрет на разговоры. Это запрет на выражение своих чувств. Это запрет. По сути, это запрет на эмоции. К сожалению. На свои эмоции. К сожалению. И то, что описываете вы, это вот та самая история. То есть, вас очень часто в детстве, видимо, затыкали. И перебивали. И не позволяли вам разговаривать. И обесценивали вас. И, возможно, пугало. То есть, как бы, история здесь примерно такая. И это, с одной стороны, грустно. С одной стороны, это очень печально, что такие ситуации стали возможны. Но, с другой стороны, то, что вы заикаете, это, по сути, с точки зрения психологии, свидетельства того, что у вас в голове, по-прежнему, идет такой, знаете, диалог с родителями. Который вас, вот, по-прежнему, пытается заткнуть. И самое, что в этой ситуации, конечно, неприятное, то, что вы затыкаете. Вы позволяете себе затыкаете. Вот. А... Если... Вы... Приследуете... ... Хорошо. Приследуете... Эти моменты, то есть, когда вы дотыкаетесь, да, и что приводит к тому, что вы дотыкаетесь, дыкаетесь и прочее, вот, я думаю, вы увидите, вы увидите причины этого, я думаю, что вы увидите основания для этого, я думаю, что вы увидите, с чем это связано, вот, и вы увидите, что заигание происходит в определенные моменты, когда вы в той или иной степени, например, чего-то боитесь, в той или иной степени о чем-то волнуетесь, в той или иной степени о чем-то переживаете. И переживания зачастую приводят именно к данным аспектам. То есть, именно к аспектам, вот, связанным как раз-таки с ЗАИКА. И вот, снять, снять ваши переживания, снять ваш уровень напряжения, которые есть у вас, и является, на мой взгляд, основной психотерапевтической задачей для психолога. вот, ну, если мы, конечно, подразумеваем то, что вы, ну, то, что вы действительно хотите себе разобраться и то, что вы действительно на самом деле хотите, хотите, рассмотреть вот эти вот истории, связанные с вашим заиканием и хотите избавиться от заикания. В принципе, от заикания избавиться не так уж и сложно. Вот. Это сделать не так сложнее, если приложить к этому, вот, некие усилия, да, и просто посмотреть, поисследовать, поработать в этом, собственно говоря, направлении. Вот. Я думаю, что все это можно сделать. Вот. Я думаю, так. Можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. вот. А конкретных рекомендаций не будет, потому что нужно больше информации о вас, нужно именно понимать более конкретно о чем идет речь, вот. в контексте ваших проблем, в контексте ваших проблем. Ваши проблемы, в контексте ваших проблем. Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет, о чем-то говорить после этого, уже можно будет следовать. Вот. Вот. Вот примерно так. Примерно. Так. Такая история. Примерно. Такой расклад. Я надеюсь, что вам это было полезно. Еще раз. Хочу, чтобы вы поняли меня правильно. У вас не заболевание, как таковое. Почему? Да. Потому что заикание не является физиологическим. Я уверен, что вот, если вы вспомните, вы, ну, увидите, вы убедитесь в том, что бывают ситуации, бывают случаи, когда вы, прям, вот, не заикаете. Такое бывает. Ну, вот. И, как это вот становится возможно? Как, как? Как это становится возможно? Благодаря чему это становится возможно? Понимаете, понимаете, какая штука? Вот. Так что, здесь, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь, ну, вот, вне всякого сомнения, да, не нужно рассматривать то, что вы описываете, как заболевать. А, знаете, вот, как правило, люди заикаются, вот, ну, люди, которые заикаются, как правило, достаточно неуверные себе, они, как правило, достаточно много чего боятся, вот, как правило, как правило, у них есть определенные страхи, вот, что, опять же, опять же, опять же, повторюсь, как правило, как правило, то есть, необязательно, что это так и есть, вот. Поэтому, поэтому, вот, пожалуйста, учтите этот момент. Вот, я не хочу сказать, вот, не хочу говорить наверняка. Вот. Вот. Вот хочу, хочу, чтобы вы меня, вот, поняли правильно. Вот. Такая вот история. В принципе, так можно вам ответить. А, я надеюсь, что это было вам полезно, надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы определенные. Вот. И я очень надеюсь, что выберите себе специалиста, с которым вы могли бы поработать, с которым вы могли бы довериться, свои проблемы. Вот. И, соответственно, значит, по итогу вам можно будет оказать помощь. Вот. На этом, в принципе, все. Если вам мой ответ понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вот. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.